Всем привет, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Сегодняшняя тема ролика о личном успехе и как это связано с психотерапией неврозов и вообще с неврозами. Многие клиенты, которые проходят занятия у меня по поводу панических атак, в виде сосудистых проблем, навязчивости, тревог, мы сначала приходим к вопросу о работе с симптомами, с страхом, с тревогой и так далее. Но сегодня не хочу говорить об этом, об этом вы можете посмотреть в моих предыдущих лекциях. Многие говорят, и мы в терапии приходим к такому понятию, как успех, к такому понятию, как эффективность. И я поговорю сегодня об этом не просто так. Так, каждый мой клиент за многие годы терапии, он пришел с паническими атаками, потом через какое-то время понял, что он абсолютно неэффективен во всем. Вот я хочу вам сегодня рассказать важный секрет или ключ, который даст понятие моим клиентам и зрителям канала, почему они такие неэффективные и неуспешные, и как тут связан невроз. То есть, объясняю. Есть один секрет. Возьмем, для примера, возьмем меня, возьмем еще одного человека и возьмем классического клиента. У всех у нас в 8 часов вечера поступает звонок со словами «Привет». Есть возможность, предположим, заработать там некоторую сумму денег, законно. Если ты поедешь туда-то, убедишь человека сделать там скидку или еще что-то. В общем, надо поехать, поговорить или встретиться, или как-то что-то сделать для того, чтобы получилось. Или для того, чтобы просто познакомиться с важным человеком. Или для того, чтобы просто там быть порой. Неважно сейчас. Поняли пример? Просто происходит такая ситуация, где вам надо либо быть, либо кого-то в чем-то убедить, либо что-то сделать. И вот смотрите, что происходит. Мой классический клиент, который имеет обычный классический невроз, делает 4 классические ошибки. Фундаментально 4, но общая одна. Он тратит свое внимание и свою нервно-психическую энергию на то, внимание на что? Первое. На то, что он не может влиять. Он не может влиять на окружающих людей, на их мнение. Он не может влиять на то, что они о нем подумают. Второе. Он тратит свою энергию на то, что он не может контролировать. Он пытается контролировать неконтролируемо. Как летит самолет, как едет еще кто-то, как что-то кто-то делает, и что-то куда-то пойдет и полетит. То же самое касается с его организмом. Третье. Он предъявляет претензии, он, о, простите, он вспоминает постоянно то, что уже было когда-то. А помнишь, вчера оно случилось. И четвертое. Он фантазирует о том, что вдруг случится когда-нибудь с ним или еще что-то. На все эти четыре тезиса он тратит огромное количество внимания и энергии. И я повторю. Он тратит энергию на то, что он не может контролировать. На то, чем он не может управлять и то, что он не может изменить. На то, что было вчера и это уже случилось по факту. И на то, что возможно когда-нибудь будет, а может быть и нет. Вот мой клиент потратил огромное количество энергии на это. И у него 95% энергии закончилось. Он пытался контролировать неконтролируемое, управлять неуправляемым, вспоминать то, что уже закончилось. И думать о том, и переживать о том, что может быть когда-нибудь будет. И ему вечером раздается звонок и говорит, братан, там надо туда-то, туда-то, есть возможность. И вот в этот момент от него все зависит. От его решений, от его поступков, от его энергетической целостности, от его действий. Но на это, на все у него 0% энергии. Потому что он их потратил на то, о чем я говорил выше. Этот же самый человек звонит мне или моим ученикам, которые у меня занимаются. И мои ученики в течение дня не тратили энергию на то, что не могут контролировать. Они знают техники, как с этим справляться. Не тратили энергию на то, что нельзя управлять. И они знают техники освобождения от контроля, от оверконтрол, от сверхконтроля. Они знают то, что нет смысла пилить опилки, которые случились вчера. Они умеют это принимать и смиряться с этим. И они не фантазируют о будущем. Их мысли не уносят в облака куда-то. Они умеют этим управлять тоже. И когда им раздается вечером звонок, они понимают, что в этот момент от них все зависит. Они срываются, мобилизируются, подключают людей. И делают либо деньги, либо результат. И это эффективность. А 95% людей нет. Потому что они тратят свой ресурс и энергию не туда. Поэтому психотерапия невроза, казалось бы вам, ВСД и панических атак и навязчивостей, если заниматься психотерапией этой правильно, то вы получите результат не только симптоматичный, но еще и гораздо более полный. Вы научитесь быть эффективными, результативными и достигать успеха в разных аспектах жизни. Канал Невроза Мегаполис, Алексей Красиков. Спасибо, что смотрите мой канал. Успехов!